Скромный рестайлинг большого кроссовера CX-9 компания Mazda затеяла еще в прошлом году. Перерисована решетка радиатора, увеличены патрубки выпускной системы, а у топовой комплектации свежие 20-дюймовые диски. В Америке и Австралии машина уже продается, и тамошние клиенты наверняка оценили преимущества новой медиасистемы с широкоформатным дисплеем диагональю 10 с четвертью дюйма. Теперь обновленные Mazda доступны и в России. Однако и без того короткий список улучшений для нас урезан. Медиасистема осталась старой 9-дюймовой, хоть и поддерживает протоколы подключения к смартфонам. Появилась и беспроводная зарядка. Силовой агрегат не изменился. Это четырехцилиндровый турбомотор, полный привод и шестиступенчатый автомат. Модернизация увеличила цены на 10-15 тысяч рублей. Самая дешевая из четырех комплектаций стоит немногим больше трех миллионов. Сегмент трехрядных кроссоверов в России невелик. И все эти машины импортные и недешевые. При этом Хонда, надумавшая покинуть российский рынок в 22-м году, постепенно распродает запасы машин. Но не со скидкой, а с надбавкой. Так, флагманский кроссовер Pilot только что подорожал на 80-90 тысяч рублей. Напомним, что у нас этот пятиметровый гигант продается только с трехлитровым атмосферным мотором V6 и шестиступенчатым автоматом. Прибавила в цене и младшая Хонда CR-V. К слову, под конец прошлого года в Россию наконец-то доехали рестайлинговые машины. Двигатели все те же. Это пара бензиновых атмосферников, которые работают с безальтернативным вариатором. И закроем тему больших кроссоверов настоящим джипом. Ведь в новом поколении у Grand Cherokee наконец-то появилась длиннобазная версия L. В отличие от пятиместной, которая дебютирует как минимум через полгода, трехрядный джип неожиданно выходит на американский рынок уже весной. Еще удивительнее, что L-версия оказалась всего лишь на 3000 долларов дороже нынешнего пятиместного Grand'a. А это значит, что в обычном двухрядном исполнении большой Cherokee едва ли подорожает. Так ли это узнаем ближе к лету, а там, глядишь, прояснятся и сроки появления новобранца в России. Редактор субтитров А.Семкин